Всё это такое, какашка что ли наступила, надо стряхнуть, чёрт, что, уже камера идёт, ой, извините, в предыдущих сериях The Long Drive мы преодолели отметку аж в 366 километров всего-то, собрали шикарную машину, поднимали её в воздух, но как бы мы ни старались, мы не смогли допрыгнуть до летающей тарелки, поэтому в этой серии The Long Drive мы наконец-таки достанем до небес и угоним летающую тарелку, она будет вот так, короче, смотрите. Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем играть в The Long Drive и у нас с нами Сара сидит с собачкой Билли и кровища на моей приборной панели, это от моего лица, потому что я въехал очень неудачно в столб или не помню куда. Сегодня у нас грандиозный план поймать летающую тарелку во что бы то ни стало, это амбициозная цель, достойная лайка, поэтому поставьте его прямо сейчас и пока вы ставите лайк, заодно загляните в описание, там будет все мои соцсети, в том числе и бусти. Это для всех, кто хочет просто поддержать мой канал. Необязательная штука, но мне будет очень приятно, заранее спасибо. Ну а мы продолжаем наше путешествие, такое ощущение как будто бы я их в заложники взял, так как у меня в руках оружие, стоп, оп, оп. Что у нас вообще? Солнечный, яркий, жаркий день, как обычно. Мы едем на желтой тачке, писаем прямо себе на ноги, тормозить, тормозить, тормозить. Я тут заметил, что я хочу кушать очень сильно. Кушать сделано, теперь пить. Погодите, где у нас вода? Вот она, надо запиться как следует, потому что я не хочу время постоянно на это тратить. Все, по максимуму. Итак, давайте думы начнем, очень глубокие. Как же нам поймать летающую тарелку? Попытки ее подстрелить оказались неуспешными. Я еще не пробовал ее подорвать, но я имею в виду кинуть канистру с горючим вверх и попасть из ружья. Я думаю, это последнее, что я попытаюсь предпринять. В общем, я решил воспользоваться вашим советом. Кто-то писал, что можно хитрожопо взять и построить башню. И, мол, летающая тарелка врежется в эту башню. Я на самом деле не знал, что в этой игре можно что-то строить. Но, может быть, имеется в виду, это какой-то баг. Ведь в салоне мы можем отключить физику, в салоне прицепа, например. И предметы будут неподвижно стоять. Мы это уже, кстати, с вами видели. Вон там есть заправка. Посмотрим, есть ли какие-то стройматериалы. Ну, что-то, что сгодилось бы за башню. Тихо, 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 тихо. Ааа, стой, 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 стой. Ваа, классный трамплин. Ну, если бы тарелка в ту сторону полетела, я бы, конечно же, ее смог бы до нее допрыгнуть. Так, и поймать. Опа, гроб. Гроб, это, кстати, интересно. Это что такое? Фигня. В ящиках лежит золото. Не нужно мне это. А на крыше ничего, кроме очень-очень всратого... Это колесо, это колесо от мотоцикла. И холодильник еще есть. Давайте посмотрим. Вот холодильник. Могли ли бы мы его бы прям взять и расположить на крыше? И будет ли оно держаться там? Ой, что это торчит у тебя? Убери, убери. Дай вытащу, дай вытащу эту занозу. Вытащу. Ааа, не вытащил. Ой, стой, стой. Стоит? Стоит. Упал. А будет ли он падать, если я буду очень резко ехать? Он падает. Так, теперь следующий эксперимент. Если я поставлю холодильник в багажник, то я бы колбаску сначала вытащил оттуда, но она прилипла. Ладно, колбаска. Пусть будет по-твоему, оставайся внутри. Смотрите, вот. Нет, это плохая затея. Скорее всего, если мы хотим реально построить какую-то башню, хотя я, если честно, сомневаюсь, что это сработает, нам нужен прицеп. Может быть, вообще имеет смысл какой-то грузовик найти? В общем, едем вдалека. Очень далеко едем. В надежде что-нибудь найти полезное. Черт, у нас же был прицеп не так давно. Взяли его, отцепили зачем-то. Кто же знал? Опять же, я без понятия, сработает ли то, что мы сейчас замыслили. Или это все тщетные надежды, и нам придется ехать самим, своим ходом до нашего пункта назначения. Даже не знаю, как далеко ехать-то. Потому что мы столько уже играем, и всего 366 километров проехать, это позорно. И будет смешно, если окажется, что нужно проехать 10 тысяч километров. Вон туда далеко стоит очень большой дом. И я думаю, нам не стоит ехать вот так вот по дороге прям четко. Давайте напрямую. Да мчим гораздо быстрее так. Что по скорости? Она безумная. У меня же нет спидометра. Вилли не одабривает мое поведение на дороге. Ты сейчас куда-нибудь врежешься. Да, не ссы. Вон смотри, Сара, видишь, чилит, улыбается, с собачкой играется и не думает ни о чем. Расслабься. Профессионал за рулем. А это же не просто дом, это тот самый блокпост. Но не тот самый, а такой же. Хорош. Бош. Пожалуйста, дай мне что-нибудь. Дай прицеп. Прицеп. Какого дьявола? У меня почему-то свернулось все. Я не понимаю, почему. Игра свернулась. Что за магия? Какое-то аномальное место, да? Шляпа. Здесь кого-то подбили. Кто-то здесь пропал. Бош. Так, извини, но ты подохнешь. А, заткнись. Угрозы пустые, пустые угрозы. Еще ни один Билли меня не убил. Блин, вот это очень хорошо на самом деле. Это, возможно, то, что нам нужно. Берем вот так вот, заезжаем на нашей машине вот сюда и едем дальше. То есть нам всего лишь нужны колеса. Но я не думаю, что я здесь колеса найду. Ага, посмотрите на это. Какая интересная доска. Вот это доска. И две кровати. Уже будет достаточно высокая башня. Гоу вниз. Кровать тоже вниз. Унитаз? Без понятия. Может быть, тоже понадобится. Черт. И вот этот диван. Опа. И палетка. А что за левый shift плюс R, snap point. Origin, closest point. Можно убрать коллизию. Стоп. Простите. Тихо, страшное происходит, да? Главное, херни не намутить. Давайте попробуем избавиться от лишнего. Это пустое вообще. И тем более, это, оказывается, бензобак мотоцикла. Если бы мы все это разгребли, тут вода, тут масло. Давайте все аккуратненько сложим, прям по полочкам. Значит, вот сюда аккуратненько оружие положим. Нямку еще вот сюда. И вот сюда. Очень организовано все. Золото. Нет, уйди, уйди, уйди. Вот это сюда. В общем, мне кажется, куча вещей я мог бы просто в бардачок положить. Отличная идея, я думаю. Аккуратнее, Билли. Сиди спокойно. Внедрил. Ну что ты, давай, запихивайся. Ладно, не получается. Как-то так. Слушай, впервые у меня такой порядок. Да ладно, все настолько в порядке. Погодите, зачем мне вообще что-то строить? Посмотрите, какая эта штука высокая. Высокое здание. Я бы мог забраться на эту антенну и спрыгнуть на летающую тарелку прямо. Нужно, чтобы было несколько вариантов. Во-первых, у нас надо, чтобы машина стояла посреди дороги. Давайте смотреть, что мы можем сделать с этой доской огромной. Ух, стой. Посмотрите, поставили. Она не держится. Она не будет так держаться. Что за фигня? Вот так. Белиссимо. Видите? Оттач. Мы можем сделать оттач. Секунду. Есть, есть, есть. Чуть-чуть проедем сейчас. А, нет, она упала. Поставили ровно машину. Все, глушимся. Порядок навели, прекрасно. А кровать, можно ли поставить кровать? Давайте аккуратненько. Ставим. Не падай, перестань кровать. Ну давай, будь устойчивый. О, погодите. А вот именно палетки можно соединять. Это интересно. Надо, чтобы было максимально высоко. Есть, стоит. Именно палетки можно соединять. Куда хочешь их можно ставить. Давайте отоспимся. Она летит. Летит, сволочь. Где? Я слышу ее. Мы все ее слышим, да? Где-то там, как будто бы. Вот в ту сторону. Значит, у меня появилась очень хорошая идея. Мы ползем наверх. Черт, пожалуйста, ну не лети только сейчас. Не нужно. Еще рано. Как сложно. Давай, доска, стой. Вот так. Хорошо. Высовывайся. Прекрасно. Прыгай. О, где она? А, стой, нет. Сволочь. Давайте заберемся повыше. Подождите, это тоже хорошая идея. Мы могли бы прямо отсюда допрыгнуть. Как мне видится. Ай-яй-яй, стой, 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 стой. А, погодите, мы все это время могли по столбам лазить. А я и не знал. Погодите, а где доска? Где, блин, доска? Доска исчезла. Вот мы забрались на самый верх. Конечно, теоретически возможно, что я допрыгну отсюда. Ой. Сел нулитаз, разбил. Да брось, игра. Не настолько я толстый. Вот то, что доска исчезла, это настоящее западло. Такой человек, как будто пришельцы ее похитили. Можем ли мы полученный предмет присоединить прямо к палетке? Так. Угу. Это что ж получается, надо целую кучу палеток найти. Эту штуку можно к чему угодно присоединить. Пока что наша конструкция выглядит вот так. Ну-ка, давайте испробуем. Ну-ка. Она стоит. Она упала. На всякий случай занесу палетку наверх. На всякий случай занесу палетку, я сказал, наверх. Я же с тобой управиться. Вот так. Резкие движения вообще нельзя делать. Осторожней. Осторожней. Стой, стой. Схватил. Секундочку. Джи. Все. Оно держится. Стой, стой, стой. Ты куда ты падаешь? Давайте возьмем. Стоп. У нее же коллизию можно отключать. Давайте так, коллизия отключена. Вот так вот ровненько. И подальше, подальше. Насколько дальше можно? Соединяем. Ага. Она полностью касается. Ой-ой-ой, осторожней. Скользкая палетка. Так мирно. Так спокойно здесь. Теперь давайте кровати затащим. Я застрял внутри кровати. Нормально? Прекрасно. Сейчас мы тащим кровать за собой. Кроватушка, ну кроватушка. Опа. Кровать почти что наверху. Теперь вот так заносим ее наверх. Ааа. Нет. Нет. Ааа. Какая боль это видеть каждый раз. И я подох. Почему я подох? Неужели это высоко для меня? Черт, в какой стадии я сдох? Кровать здесь. Как удачно я подох. Давай, втащи. Втащи. Уп. Хорош. Палетка почему-то лежит здесь. Почему палетка лежит здесь? Кстати говоря, мне кажется, на вышке это все устанавливать совсем далеко. Мы можем же использовать вот эту платформу. Она гораздо удобней. Есть. Идеальная идея. Кто умер? О боже мой, простите, кролики. Их придавил что ли? Ааа, я пришиб кровать. Оп. Фу. 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 Уходи. Не ешь мой кактус. Вообще живой или как? А, это дохлый кролик. Ладно. Блин, мне кажется, я здесь просто так время трачу зря. Конечно, можно угарнуть и попытаться дождаться летающей тарелки, прыгнуть на нее. Но я, скорее всего, не попаду даже. Разумнее гораздо взять эти палетки. Присадить их к машине? Как-то так. Вот так идеально. Сесть за руль своей прекрасной тачки и поехать искать нормальные палетки. Боже, Евгений нашел рациональное решение проблемы. Я поеду назад. Вот там вдалеке есть очень большой дом. Возможно, там много материала будет. Да! Стоп! Нет! О! Это просто бесконечные кувырки. Что там отлетело от нас? Пожалуйста, брось! Тормози! А! Да, боже мой, хватит! Что отлетело? Зеркало... Смотрите, набили. Он в шоке. Одна Сара невозмутимая со своей собачкой. Я немножко испугался и заболевал кровью тут все. Куда мы едем? Куда надо мы едем? Я не знаю, что... По-моему, отвалилось зеркало заднего вида. Оно нам не нужно. Мы, если что, просто голову повернем вот так вот и увидим палетки. Ты улыбающаяся женщина нашу. Чего ты улыбаешься, Сара? Ты пьяна, как всегда. Опять Билли. Ты тысячу раз пожалел, что поехал со мной в это путешествие. Смотрите на этот кадр. Маньяк! Билли, сзади тебя маньяк! Это как продолжение фильма Попутчик. Но с Твистом. Кажется, что это Билли, такой весь страшный, на вид злодей. Бийца маньяк, но на самом деле нет. Слышали легенды о маньяке с монтировкой и его секс-кукле? Это я. Опа! Это же усадьба Дракулы. Ну там сто пудов будет много материала. Красивый дрифтим, но чтобы произвести впечатление хорошее. Въезжаем. Стоп. Врата-то тут не автоматические. Бо! Что это было? Что-то у меня крутануло. Ой, ёлки. Всё нормально? Доска. Вот по поводу доски у меня есть одна хорошая идея. Во-первых, тут палетка есть сразу, нас встречает. Ещё одна доска. Итак, смотрите на мою прекрасную идею. Во-первых, мы должны разместить палетки на крыше. Чтобы у нас был доступ к нашему багажнику, если что. Затем мы ставим палетки. Аккуратненько. Вот сюда. Есть. Надо палеточку чуть-чуть. Вот так. Чуть-чуть ближе подъехать. Ещё-ещё. И ещё-ещё. И ещё-ещё. Стоп. И ещё. А! Какая сложная машина. Сейчас давайте геноцид тут устроим, потому что они меня нервируют все. Кровать! На меня напала кровать! Я не могу убрать её. Значит, я не могу из дома теперь выйти, да? А, нет, идеально выхожу. Смотрите, палетки. Ты где тут ходишь? Чё произошло здесь? А, здоров. Оп. Подох. Смотрите, какой он неприятный. Он ползает на корточках. Я не знал, что он так умеет делать. А вот игра намекает мне, что, оказывается, эти палки тоже являются стройматериалами. Их можно присоединять к чему-нибудь. Или использовать как соединительный элемент. И, к счастью, их таких много здесь. И даже бампер можно использовать. И хлеб. Что? Да я не могу вытащить! Я не могу вытащить эту палетку! Тут же открыто окно! Какого чёрта? Смотрите, что здесь мешает? Ладно, я просто сделаю вот так. Коллизию выключить. Что она? Почему она включается? Будь то проклят хлеб! Свали отсюда! Что? Это что, стекло, что ли? А, это стекло. Буханка прилипла. Отцепись. Ё-моё! Падай! Иной фанера! Пошла! Пошла вниз! Пошла вниз! Какие ещё автосейвы? Как ты здесь? Тихо стоял! Это ещё один! Умрите! А если погрести? Погребсти, точнее. Если погребсти Билли? Он воскреснет. Может быть, вампиром станет. Да он почти что ожил. Но я его просто добью. Последняя доска, кажется, из дома вытащена. Теперь бы нам бы сделать подъёмный трап, чтобы удобно было забираться со всем этим барахлом. Что если вот так? О, хорошо! Ой, тут ещё куча. Есть только одна большущая проблема. Очень скользкая крыша. Нет, стой, стой! Я не так себе это представлял. Ладно, пусть крыша будет скользкой. Ничего страшного. И без неё справимся, верно? Условно это должно быть как-то так. Секунду. Встало. Гениально. Я гений. Потом, потом, потом. Делаем детач. Чуть-чуть. Опа. Фиксируется. Аккуратней. Фиксируем. А, что такая-то ересь. Нет, я хотел сделать вот так. И упереть в эту сторону. Вот, смотрите. Упёр. Упёр. Я бы упёр, если бы она сама ровно стоялась. Вот так. Стоит, не стоит. Вот она теперь стоит, кажется, ровнее. Не совсем. Но потенциал хороший. О, тихо. Тихо! Нет! Или да. Или да. Погодите, я что, не могу? Брать эту палетку. Вот так вот. Я могу её только к одному предмету конкретно присоединить. Слушайте, а что если прямо внутрь её вот так вот? Э? То, что надо! А теперь аккуратненько подкрадываемся. И нужно... Мне нужна вот эта палеточка вот сюда. Э? Надо чуть-чуть под наклоном её. Ещё больше наклон. Неплохой наклон. Поспим чуть-чуть. Следующая палетка наверх. А я всё думал, как в настройках большие тяжёлые предметы затаскивают на самые верхние этажи. Просто хорошим прыжком одним. Что я делаю? Что за кнопочка дебильная я жму? Надо... Джи! Джи! Повтори, Евгений. Джи надо жать. А не F. Тупица. Что это за говно я строил? Ловушку для летающих тарелок. Вот что это такое. Прыжок наверх. Стоим. Ага. Итак, вот первая палочка. Её нужно поставить ровненько. Стой. Не скатывайся. Да не скатывайся, Евгений. Я качусь. Оп! Есть! Всё, может уже сюда запрыгнуть вверх? Не скатывайся. Шаткая башня. Блин! Я бы сделал временный такой этаж для себя, чтобы стоять спокойно. Вот. Я всё равно перепрыгнул его. Стой, стой. Вот. А, солнце в глаза. В этой игре есть всё, кроме солнечных очков. Отдач. А знаете, что было бы хорошо? Было бы хорошо просто попробовать перевернуть нашу машину. Опрокинуть её на бок. Тогда будет очень удобно собирать нашу башню. Да почему-то не... Почему она не опрокидывается? Какая устойчивая машина. Может быть, с ручника надо снять? Кажись то, что надо. Осторожнее. Что за? Что за? Что за? О! Куда ты, машинка? Э, она попала в зыбучие пески. Нет, Билли, выбирайся оттуда. Билли! Сос, куда ты? Куда ты? На ручник поставь, Сара. На ручник поставь. Хоть своего друга я спас. О, нет. Меня откинуло. Меня откинуло чем-то. Возможно, это был песчаный червь. Так. Как сильно меня... Нет. Я засейвился, когда Билли ещё не выбрался из машины. Я знаю, что делать. Я знаю, что делать. Я должен сесть. Я сел. Всё, едем. О, прощай, Билли, дружище. Ладно, главное, я с машиной. Закрой дверь. Чтоб песок не засыпался в салон. Но ещё мыть его потом. Так, что у нас по ручникам? Что-то происходит. Что-то происходит? Умница. Давай машина. Это вездеход самый настоящий. Не переживайте, ребят. Сейчас выберемся. Немножко потрясёт эта турбулентность просто. Наше барахло. Самое ли время ронять кал? Наверное, да. Это помогло. Сила моего выпука выдолкнула нас из песков. Кажется, мы приехали. А Сара всё ещё невозмутимо сидит со своей собачкой. Можно узнать, как у нас дела? Отлично у нас дела. Да, только мы всё растеряли. Как понять, на ручнике мы сейчас или нет? Я думаю, надо просто выйти. Выходим. О, это важная штука. Нельзя её терять. Сейчас машинка, всё будет хорошо. Отлично, тяну на себя. Я как и ракотшельник свою раковину тащу сам. Что-то нащёлкает. Стой, я знаю, что надо сделать. Надо просто врата закрыть. Машина готова приземлиться. Ты готова, я знаю. О, блин, аккуратней. Что ты делаешь? Не смогу допрыгнуть. Что это? Какашка. Вали отсюда. Смотрите, вот, вот, хорошо. Кажется, теперь мы не на ручнике выходим. Давайте вратами потрясём. Ну всё, машина, ну перестань. Ой, блин, я сейчас подохну ещё. Давайте поедим. Машина, я сейчас приду. Не переживай. Придётся залезть в раковину, чтобы попить. Я застрял. Да почему я застрял в раковине? Я застрял в раковине, друзья. Эээ, Билли, если ты живой, помоги мне вылезти из раковины. А, дайте хоть пасы в неё. Что-то взорвалось. Я что-то взорвал. Я знаю, что это. Это всё пришельческие проделки. Та доска исчезла из-за них. Машина погрузилась в зыбучие пески, которые непонятно откуда взялись. Я проверил пески, всё было твёрдо. И теперь здесь. Как так? Стоп. Что-то новенькое. Опа. 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 Точно, вспомнил механизмы. Осталось только найти теперь канистру. О, господи, всё разбросалось. Абсолютно всё. Естественно, никакой канистры с водой. Машина? Машина внизу. Машина на колёсах. Ладно, давайте пока сожрём этот вкусный питательный кактус. Ааа, трудно оценить ущерб. Пуллер у нас тут опрокинулся. И, конечно же, его обратно поставим. Это что, капот или крышка багажника? Это крышка багажника. А, что с капотом тогда случилось? Ай, да не нужно нам особо. Ага, у нас машина на ручнике стоит. Поэтому давайте чуть-чуть её вперёд. Умница, я. Ага. Ааа, что это? Как, как ты здесь оказалась? Ладно, чёрт с тобой, пусть будет так. Хотя она будет, возможно, нас потом дисбаланс вносить в нашу конструкцию. Это нам не надо. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Конечно же, информацию о перегреве нам нужно иметь обязательно. Во. Ну что ж, теперь давайте, давайте сделаем то, что мы хотели. Завалим машину на бок. Чуть-чуть, машинка, чуть-чуть. Что, офигела что ли? Да господи. Окей, она опять почему-то была на ручнике. Я вообще не понимаю, как это работает. Закройся. Перевернись. Куда ты едешь? Давай. О, гадость. Хорошо, машина. Она хочет по-плохому. Она очень хочет по-плохому. Мы сейчас её зафиксируем, чтобы она никуда не ехала. Есть. Нет. Я сказал, перевернись. Перевернись. Оставайся. Вот так. Оставайся. Чёрт. Точно. У меня есть прекрасная идея. Рисос снять и второе снять. У тебя нет выбора, машина. Нету просто выбора. Ты упадёшь мне сегодня набок и склонишься перед волей моей. Почему? Нет. Отсутствие колёс только усложняет мне задачу. Есть ли в этом мире чудо, которое способно помочь мне перевернуть эту чёртову машину набок и нормально собрать свою башню? Есть ли чудо? Чудес не бывает. Ладно, походу это невозможно. Это слишком устойчивая машина. И теперь что ты сделаешь? И она всё равно на колёса приземлилась. Эта машина как кошка. Я не понял, как я сейчас её перевернул. Почему это внезапно сделалось? Стоп. Стой. Что ты делаешь? Так будь ты проклята, машина. Давай ещё раз. Стоять. Погодите. Оп. Хорошо. Как маятник какой-то. Слушайте, это не валяшка. Ладно, мы просто тебя подгоним под козырёк. Попробуем по стариночке. Аккуратненько прыгаем сюда. Шатается. Шатается. Берём. Давайте коллизию уберём, чтобы она мне не мешала. Чего я раньше до этого не додумался? Возведём платформу чуть повыше. Вот так. Слушайте, достаточно высоко. Аккуратней. Осторожней. О, боже мой. Коллизия выключена. Как бы мне теперь забраться? Блин. Как всё шатко. Аааа. Осторожно. И мы наверху. Отлично. У нас есть ещё одна платформа. Я бы вот эту палетку бы забрал и поставил бы её выше. Мне очень любопытно, достаточно ли это высоко. Вроде бы, с одной стороны, очень неплохо. Но хорошо было бы как-то подстраховаться. Забираем палетку вот эту и прыгаем наверх. Хорошо. Мы можем наверх запрыгнуть. Очень неплохо. Можем запрыгнуть наверх. Теперь мы её вот так и разворачиваем. Вот так. И аккуратно ставим. А знаете, как было бы ещё лучше, мне кажется? Если бы мы поставили эту палетку вот сюда. И между ними вот эту длиннющую палку. И причём поперёк. То бишь, горизонтально положили бы. Это была бы масштабная ловушка. Чем чёрт не шутит? Аккуратней запрыгиваем. Оп. 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 Мы здесь. Смотрите, она почему-то внутрь. Внутрь не надо. Аккуратней. Теперь бы равновесие соблюсти. Стоп, есть. Секунду. Коллизия выключена у нас, да? Конечно же выключена. Значит, мы берём вот так. Садимся. Ой, аккуратней. Чуть-чуть назад надо отойти. И делаем вот так. Я думаю, это прям максимально надёжная конструкция. Надёжнейшая. Эх, наступает ночь. Давайте пописываем с высоты и ляжем спать. Мне кажется, я сделал всё, что мог. Давайте наполним эту канистру. Эту флягу. Как следует попьём и отправимся в путь. Действительно, соберём все наши пожитки. Всё, что осталось. Осталось не так много. Господи, я потерял оружие своё. Единственное, что осталось, это двустволка. Деребо полное. О, нет, смотрите. Ещё один обрез есть. Это забавляет, что говно я дальше всего разбросал. Ладушки. Всё сложили. О, летучая мышка. Пусть висит, радует нас. Закрываем двери. Окна закрыты. Все готовы. Давайте посмотрим, где наши предметы лежат. Ой-ой-ой. По-моему, они просто улетели очень далеко вниз. В бесконечность. Ну, тогда стартуем. Я не представляю, как сейчас мы будем ехать. Насколько это будет сложно или просто. Или я вообще не замечу разницы. Я не знаю, что это за конструкция. Я не знаю, поймает ли она НЛО. Или свяжется с какой-нибудь инопланетной цивилизацией. Но мы подготовились, как только смогли. А-а-а. Осторожно, не надо быть на поворотах. Где дорога? Какую сторону мне ехать? Ладно, мы подъехали, по-моему, прям со стороны врат. Значит, нам в ту сторону. Какая уродская мразота едет по этим пескам. А, камешек. Отлично, всё в порядке, всё в порядке. Мы просто классно подпрыгнули, едем дальше. А куда мы едем? Конечно же, ловить НЛО. И мы это сделаем обязательно, но уже в следующем эпизоде. Это был такой подготовительный эпизод. Это, наверное, первый эпизод, в который мы никуда не уехали. Мы даже нисколько километров не проехали. Потому что мы вернулись назад. Лишь бы собрать эту конструкцию. Но я надеюсь, что вам было весело. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Не забывайте про все приятные штуки, которые все ютюберы мира любят. Это лайки, подписки, все дела. Увидимся очень скоро. Всем пять! Субтитры сделал DimaTorzok